Весной 1813 года В скором времени австрийцы перейдут Началась огромная война Гигантская война на территории Германии На этот раз союзников было гораздо больше И Наполеон Хотя на первых парах одержал ряд побед Но постепенно чаша весов Явно склонялась в пользу союзников И в битве, огромной битве под Лейпциком Трехдневной битвы народов Наполеонские войска потерпели поражение Их было уже почти в два раза меньше И они остатки отходили к Рейну В 1814 году Союзники вступили уже на территорию Франции Это было огромное Масса войск Русских, прусских, австрийских, шведских Английских Со всех сторон двигались корпуса Двигались армии В направлении на Париж У Наполеона оставалось горсть солдат И всем казалось, что его все уже Все проиграно Но вдруг в феврале 1814 года Наполеон совершает ряд Блистательных маневров Одерживает одну победу за другой Шампамбер, Монмираль, Вашан Один удар за другим по союзникам Этого никто не ожидал Никто не ожидал, что с маленькой армией С остатками войск можно сделать такие маневры Но все-таки превосходство было уже огромное И пока Наполеон погнался за одной из армии союзников Основная масса союзных войск подошла к Парижу И вступила в Париж Наполеон узнал об этом на пути Париж Потому что он бросил те войска Чтобы вернуться к войскам в районе Парижа Попытаться сражаться за Париж Но он уже узнал об этом Когда Париж был в руках союзников Тем не менее он решил Из Фонтенбло с маленькой горской войск Атаковать прямо союзников в Париже Но к этому моменту соотношение сил совсем стало гигантским Превосходством у союзников И кроме того один из его маршалов Маршал Мормон Его ближайший друг, молодой друг Он согласился на условия союзников Чтобы перейти со своим корпусом Наполеона ничего не оставалось другого Как подписать отречение Францию оставили в границах Королевской Франции В Вене собрался огромный конгресс Где обсуждали передел земель Европы А Наполеона сослали на остров Эльбу Это остров недалеко от побережья Италии Разрешив ему с собой взять небольшой отряд солдат И жить вот там как маленький князек на этом острове Эльбы Остров блокировали корабли английские Они постоянно там крейсировали Чтобы Наполеон не мог с этого острова так просто уйти Но он все-таки вырвался с острова Эльбы Высадился на территории Франции С маленьким отрядом своих солдат Несколько сот человек И двинулся на Париж Ну и здесь произошло невообразимо Все войска которые высылали против него Они стали переходить на его сторону Каждый новый полк только усиливал армию Наполеона Которая в конечном итоге Триумфально вступила в Париж Бурбоны бежали Ну вот интересно что Наполеон рассчитывал На то что союзники Они передрались все там уже Передрались на дипломатическом поле Более того против России Которая стала иметь слишком большую роль в международной политике Сложился уже союз Австрия, Англия, Королевская Франция Наполеон был уверен И он кстати послал эти документы Александру Что вот смотрите Вот ваши так сказать союзники и друзья Что они между собой делают И самое удивительное во всем этом Что Александр зная о том Что узнав об этом Он все показал это своим союзникам Сказал что сейчас он об этом забывает Он все это кинул в огонь Он хотел только одного Наполеона Любой ценой убрать с трона Александру удалось опять созвать Фактически новую коалицию против Франции Со всех сторон двигались с границами Франции Гигантские массовые войти До 800 тысяч человек Двинулась поход на Францию Наполеон Сделал попытку разгромить Передовые части неприятеля Ему удалось разбить Прусаков под Линьи Но К битве под Батерлоу В сражении с англичанами Он потерпел поражение Это произошло 18 июня 1815 года В результате он вернулся в Париж Отрекся от престола А затем оказался пленником англичан Которые сослали его уже на этот раз далеко и надолго На далекий остров в Атлантическом океане Маленький остров Святая Лена Черная скала мрачная Где он и умер в 1821 году Во Франции были реставрированы бурбоны Восстановлена была монархия Которую потом народ свергли в 1830 году Ну а что касается русской армии Русская армия расположилась на территории Франции После свержения Наполеона Она расположилась в качестве оккупационных войск До 1817 года русские войска находились на территории Франции И только в 1817 году русские части стали покидать Францию И на этом можно сказать, что для русских война окончательно завершилась Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok